15 лет назад в России был введен единый государственный экзамен, но дискуссии вокруг него не затихают до сих пор. И задания процедуры сдачи экзамена по-прежнему вызывают острую критику со стороны родителей и учителей. Подготовиться и успешно пройти этот экзамен под силу не каждому школьнику, а без репетиторов рассчитывать на высокие баллы просто нет смысла. В итоге все упирается в финансовое благополучие семьи и возможности региона, где получает образование ребенок. Оправдала ли себя ЕГЭ? Объективна ли оценка знаний? Насколько сильно ЕГЭ изменила школу и школьное образование? Как повлиял на уровень образования детей? И что надо менять? Ответить на эти вопросы наша съемочная группа попросила жителей областной столицы. Вот что из этого получилось. Система на самом деле, и ЕГЭ в том числе, она очень, как сказать, куция. И с тем темпом, который сейчас развивается мир, и та информация, которая сейчас нужна молодежи, и тот темп развития, который нужен, ЕГЭ немножко отстает от этого. Поэтому здесь нужно определенно что-то менять, а вот каким образом, это уже вопрос другой. Я думаю, что ЕГЭ все-таки это положительный процесс. Школьники могут любой УЗ подать заявку после того, как они сдают ЕГЭ, и попасть в те университеты, которые раньше, наверное, не могли бы попасть. С одной стороны, дети натасканы на тесты, и как бы они сложно им говорить, например, если это естественно научное направление или гуманитарное направление. Свои какие-то выводы, ну, я думаю, что проще было бы, если бы отменили ЕГЭ, и было бы, как обычно, они сдавали бы вступительные экзамены. Не знаю, думаю, что не оправдал. Лучше, как раньше. А почему? Экзамены нормально. Ну, не знаю, мне кажется, раньше было лучше, а было лучше. Вообще, вот эта сдача тестов, она, как бы, мне кажется, немного приучает людей мыслить по-другому. Не конкретно находить ответ на вопрос, а просто пытаться угадать, какой из предложенных вариантов правильный. То есть, мне кажется, это как бы нарушает немножко наше сознание и мышление в какой-то степени. Хотелось бы, чтобы все-таки в будущем вот эту систему немножко реформировали, чтобы дети думали о том, что им больше нравится, да, нежели о том, а что мне надо тренировать сегодня, чтобы тренировать что-то завтра, да, то есть вот эту вот такую систему. Вот, ну, и хотелось бы удачи им пожелать в будущем, когда будут сдавать ЕГЭ, чтобы они не переживали. Вот, потому что все можно исправить, вот, только не, собственно, испорченное здоровье. Спасибо.